Добрый день, дорогие зрители. Здравствуйте, важные подписчики. Да, давно я не был на озере. Вот сейчас пришел посмотреть, что тут делается. А озеро где? А озеро в России, в Западной Сибири, в Омской области, в Саргатском районе. Это канал Бажениты. Меня зовут Влад. Я его веду. Интересно, красота, елки-палки. На улице октябрь месяц, первые числа октября. Ветер. Сегодня хорошо, тепло у нас. Ветерочек такой с озера дует. Но нормально, терпимо. В прошлый раз было вообще хорошо. Вот кто давно жил у нас в селе, ну и для архива тоже, посмотрите, что у нас происходит на озере, что делается, чем люди занимаются. Привет всем, кто живет сейчас за рубежом. Я посмотрю, а вы посмотрите, покажу, расскажу, прокомментирую. Сейчас стою на задах береговой улицы, где раньше были огороды. Последние дома. Вот они уже остались. Но нет, тут еще живут. Кстати, была электролиния, линия электропередачи. Прямо в озере. А сейчас ее сделали как можно ближе, повыше, далеко от озера. Провели линию. У нас сейчас живут мигранты со Средней Азии. И вот везде здесь, где возле озера, они пасут овечек. И вся вот эта вот прибрежная территория, вся без травы. Овечки пасутся и всю траву съели. О, конь куда-то пошел не туда. А где конь, я его не вижу-то. А, вон он, конь, ходит. До длинной-длинной веревки привязан. Ходит, кричит, хозяина зовет. Ну, хозяин занят еще. Дома по хозяйству занимается. Это вот, получается, зады мельничной улицы. Так, вот тут у нас тут все. Овечки все съели. Травы нету совсем. Лес уже пожелтел. Ну, октябрь месяц. Но листь еще не опали. В этом месте вообще весной взяли берег Апахали. А, кстати, сейчас можно будет посмотреть, наблюдать. Эти, кто же давно не был у нас в селе, в селе Баженово, Саргатской, район Амской области. Должны помнить, что на берегу озера, это вообще никакой, никакой травы, кроме травы ничего не было. А сейчас все заросло кустарником. Года три, наверное, четыре назад сильно поднималась вода. Очень сильно вода поднималась. А сейчас отошла она. И вот вся прибрежная территория, где раньше была вода. Кстати, озеросло кустарником со всех сторон. А там, смотрю, рыбаки, что ли. Ну-ка, я их сейчас приближу. Посмотрим. Так. Ну, кто я не знаю. Нужны рыбаки, скорее всего. По берегу, видать, ставят сети или не знаю, что они там делают. Может, на удочку сидят, рыбачат. А вот это вот водная гладь. Там дальше, кстати, если смотреть дальше по курсу, это будет уже Малобаженово. А озеро, вот оно. Все заросло кустарником. А ну-ка, тополь еще тут есть, живой. Посмотрим. Ну, тополь есть, конечно. Но он не живой. Он не живой. Вода, когда сильно поднялась, тополь вымок. И вот сейчас стоит без листьев. А может, он уже опал. Может, он был зеленый. Я просто не обращал внимания. О, мужик какой-то тут ходит. Что он тут делает, я не знаю. На машине приехал. Или, может, это не его машина. Кто такой, я даже знать не знаю. Может, кто знает, скажете. Что-то там потерял. Ногами что-то ищет, ковыряет. Но, видать, ключи от машины потерял. Что он еще можно делать-то искать. Знать не знаю, что за мужик. А, на рыбалку, значит, ездил по зиме. А сейчас приехал свои потеряшки поднимать. Что Воврино? Не Воврино, там, прозевал. Ветер дует. Вода плещется. Воздух чистый. Тишина. Октябрь месяц. Вообще было гадать. Озеро идет туда. Дальше, дальше, дальше по берегу. Дальше можно смотреть. На лодке можно плавать спокойно. А там дальше. Дальше стоит знак, что на озере купание запрещено. Но я не собираюсь купаться. Вот мужик ходит и ходит. Вот, что он тут ходит? Ну, что, я подойду от него, спрашиваю, что он там потерял? Что он ищет? А самое интересное, вот там, где мужик ходит, там будет ближе к берегу. Там сейчас сделали пирс. Ну, не пирс, а причал. Если к причалу подойду, интересно будет посмотреть. Здесь свежих досок сделали. Для чего это сделали? Вот он, старый-старый тополь. Не знаю, каких годов он. Ну, советских годов стоит. Ну, тополь, я так понимаю, что наводнение выдержал. Пошла молодая порзель, еще зеленая. А верх тополя, видать, засох. Не выдержал большой воды. А может быть, ветер сильный был. Тут же на озере сильный ветер. Вот эти вот большие тяжелые ветки у тополя пообломало. Ну, ничего, я смотрю, он еще зеленый. На следующий будет, посмотрим, будет тут живой или нет. Ну, так-то дерево живое. Толстый, толстый. Побеленый, что ли, ведь так кажется. Возле тополя бревна какие-то лежат. Беседка, что ли? Или пастухам, для того, чтобы отдыхать, бревна здесь положили. Вот этих вот кустов никогда не было. И травы тоже не было. Кустарника этого. Это вот он нарос после наводнения. Года за четыре, наверно. А так всегда была чистая вода. Здесь ниже была дорога. Кто помнит, кто раньше у нас жил, должны помнить, что здесь была дорога, которая шла по низу, по дну. А вот что самое интересное. Здесь вот дальше, ну, явно руками человеческими. Сделан причал. А ну, как сейчас к причалу подойду и посмотрю, зачем же такое сделали. Для чего? Для того, чтобы лодком причаливать. Чтобы вода так сильно поднялась. Вообще, весной тут вода была. Все было в воде. Ну, тут явно свежие сделаны. Руками кустарник вырублен. Возле самого берега. Сделаны, видно, недавно. Положены бревна. Может, какой-то делается туристический объект. Интересно же посмотреть, для чего это все сделано. Ну, так-то интересно, красиво. Ну, метров, наверно, двадцать точно сделано, вымощено. И потом идешь-идешь и выходишь на воду. Ооо, а здесь какая красота. Смотри в любую сторону. Красота. Хоть причаливай. Хотьcorно. Класс. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас погода хорошая, а будет погода ещё хуже, волна будет гораздо сильнее. Вот он, вот он причал, я как раз стою на нём на причале. Шум прибоя, нервы успокаивает, тишина, но солнце ещё не садится. Это я приду сюда фотографировать, когда солнце сядет и будет видно хороший закат, красивый. Ну а когда солнышко, закат всегда красивый. Отражение солнца в воде, а была бы тишина, как лето, вообще было бы солнце кругленькое, хорошо бы отражалось. Вот для рыбаков здесь будет раздолье. Но сегодня ветер, прохладно, вот так вот выглядит сейчас озеро. Кому желание есть, приходите, посмотрите этот, ну это кто-то наверняка делает туристический объект. Ну правильно делают. Нужно же людей привлекать и развлекать. Столбы-то нашли, закопали. Не сосновые, а из лиственницы, которые не боятся влаги. Какая глубина, я не знаю, как омудрились в такую погоду, когда на улице довольно прохладно. Столбы вбить. Наверняка, может, на чем-то заезжали или костюмы одевали. А пенится вода, вода-то как сильно пенится. Чуть ли не море. Сейчас погода плохая, а будет погода хорошая, вообще будет красота и благодать. Ветер, ветер какой сильный, но листики еще держатся. На озере прохладно. В общем, дорогие зрители, не забываем проявлять активность, ставим лайки или дизлайки, что считаете нужным, что по-вашему. Есть вопросы? Пишите в комментариях. Ну, а я развлекся, развеялся, подышал свежим воздухом. Пойду дальше заниматься своими делами. А вы перейдите на другие, нажмите на аватарку, пойдете на главную страницу. Потом нажимайте раздел видео, смотрите картинки, читайте название роликов и выберите, и посмотрите то, что вам интересно. Ну, все, до скорых встреч, пока. Козлы, они и в Африке козлы, и здесь тоже найдут место. Вот они всю траву и съели на берегу. Красивые белые козочки, молоденькие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова